Компания Рустрой Плоские Кровли. Предлагаем интересную систему контроля целостности кровельного гидролизационного пирога. Здесь конструкция кровли, здесь нету дырки. Сейчас мы сделаем дырку и найдем этим дефектоскопом кровельным. Проведи здесь, Саша. Искры нету. Теперь я прокалываю хирургической иглой, да, тонюсенькой. Показываем. Фантастика. Вот эту дырку невозможно найти вручную, да? Давай еще раз, где-то здесь. Микроскопическая дырочка. Микроскопическая. То же самое здесь на пропете. Система контроля качества кровельного покрытия. Метод высоковольного пробоя. Кровельные дефектоскопы за тест 2.1. Компания Рустрой Плоские Кровли. Это инструментальная, объективная диагностика гидроизоляции кровельных покрытий и выполненных из мембранных покрытий, ПВХ-мембран, либо битумно направляемых материалов. Точность определения абсолютная. То есть невозможно не обнаружить. Сейчас мы сделаем дырочку. Рядом положи иголкой, да, и мы увидим, что именно здесь. Ну, показывайте вам сейчас вот. Это фантастика. То есть такую дырку можно искать вот глазами, ну, очень долго. Неделю, две, три. Можно вообще не найти. В чем здесь насчет особенностей? Здесь только проводящее покрытие контролит, пленка. Дальше у нас пошел теплоизоляционный слой. Стандартная пир-плита, разуклонка, контролит и мембрана. Стандартный набор. Ничего нового. Новое в том, что мы применили этот прибор на кровле для дефектации сделанного покрытия. Мы считаем, это далеко идущий такой инструмент для принятия кровли. Плохо она сделана или хорошо. Мы можем найти дырку любую. То есть находят микроскопические отверстия, которые, в принципе, не считаются глазом. Сейчас еще мембрана новенькая. Здесь еще что-то можно искать. А если вы поднялись на старую кровлю, на убитую, которая вся в грязи, это не найдете по жизни. Никогда. С этим прибором можно идти. Насадки здесь разные. Для битумно-направляемой кровли здесь вот такие насадочки надеваются. Есть такие насадки. Есть вот такие только проводящие резинка. Вот это покажи, пожалуйста. Ну, это на кровли с битумно-направляемым материалом можно такие предметы, можно такие. Ну, в общем-то. Дальше идет банальный ремонт. Вот, скажем, два человека обследовало 3000 метров квадратных. 3000 метров квадратных в течение одного дня. Ну, нереально это сделать. Бригады из 15 людей, если мы визуально будем ходить по старому основанию, сказать, по битумке. Здесь все ищется. Покупался прибор под себя, но, я думаю, найдет дальнейшее применение и для наших коллег. Все, спасибо. Спасибо.